Стараясь и счастье других, мы находим свои собственные напреди дашь, у них как всегда кулоны совершенно безобразно висят. Помните мамино видео, где она рассказывала о папе, говорила, что у него была шахматная библиотека, за которую предлагали деньги какие-то. Я когда монтировала видео, думаю, так, что-то я у нас не видела на полках ни одной книжной книги. Пошла разбираться к маме. Оказывается, она их еще лет 10 назад отощила в гараж. Разумеется, тут же забила, хотеть, хотеть, надо возвращать. Мы их вернули, и я готова их показать. Ну так, кратко, мельком, потому что я ее еще толком не разобрала. Хочу начать совершенно с удивительной книги. В детстве я ее обожала перелистывать. Ее написали шахматисты Авербах и Бейлин. Видите, ну таким образом, путешествие в шахматное королевство, она совершенно уникальна и удивительна. В моем понимании, это идеальное пособие по шахматам, которое подойдет как начинающим, так и тем людям, которые что-то в них понимают. Она начинается, во-первых, тут совершенно изумительные предусловия. Я оставлю ссылку на свой блог, где я это предусловие цитирую, я его переписала. С ним можно будет там познакомиться. Начало каждой главы начинается с изумительных изображений на шахмату тематику, вроде вот такого. И написаны какие-нибудь слова. В тему, так скажем, сейчас я найду. Вот, например. В каждом дебюте, чуть ли не в каждом его варианте, можно избежать шаблона книжных вариантов, достигая... Это не самый лучший вариант. И другой сейчас найду. Вчера я писала отзыв на книгу, и я... Ну вот, например. А вот, глава четвертая. «Смятение и тот, и этот строй, и разграется все жарче бой, ладьи, все время сыплю стрелы за башен, удар слонов безжалостен и страшен». Вот. Очень потом нам написано, начиная с самого простого. Как, кто ходит, сколько клеточек в шахматах, сколько фигур, какие-то нюансы. То есть, подстанут все время сложнее и сложнее и сложнее главы. В меру, конечно, предлагаются практические задачи. В конце приводится терминология, там, что такое вилка, там, что такое, там, ну, такие вот, что такое пад. И, кстати, даже такая информация, вот вы, например, знали, сейчас процитирую. В 1980-м в космическом пространстве вокруг Земли виток за витком совершал корабль «Союз-9». Так, и в тот день в программе длительного полета на 140-м витке корабля, его экипаж, получил предложение Земли строить свой шахмат. То есть, это первая в истории игра между космосом, планетой, Землей. Представляете? И тут же появится та самая партия, которая была сыграна. Также в конце представляются тактические задачи и объяснения, как с помощью них, где же вы, как с помощью них определить, самостоятельно определить уровень своего шахматого заряда, разряда, разряда, заряд? Ну, в общем, вот взяла и рассказала, вот она, я её прочитала, вчера дочитала. Я же хотела сказать, в конце месяца, ну что за человек, ладно. Она в 1988-м году издан, то есть приобреталась, когда мне было 5 лет, издательств, физкультура и спорт. Ну, дальше уже все будет быстрее, потому что я буду просто показывать и говорить год. Вот, Карахан, шахмата и увлекательная игра, тоже, как я понимаю, пособие. Издательство Знания, 1982 год. Да, значит, тут рассказывается об истории шахмата, правилах игры и свойствах. Далее. Куда вы мне откладываете эти книги, чтобы много? Их не так много, не так же прям вот библиотека, да? Да, ну, книг 20. ГИК. Беседа о шахматах. Это у нас 1985 год. Книга для учащихся. Для школьников средних и старших классов. Советы, рекомендации. Программа подготовка юноши-шахматистов первого разряда. 80-й год. Ну, я думаю, по названию уже понятно. Суэтин. Испанская партия. Кстати, вот в книге, которую я показывала, самое первое, путешествие шахматное королевство, выделяется часть информации об испанских партиях, так называемых. Ну, я не знаю, тут. Дебютная монография международного гроссмейстера Суэтин посвящена самому споставленному открытому началу испанские партии. Да, это тип таких партий. Какой-то у нас год и год. А, я уже говорила, да, 82-й. Шахматый калейдоскоп. Карпов. Карпов и Гик. Авторы. 81-й год. Это все сейчас идут книги, ну, такого рода пособия. То есть, определила на критерии, категории. Рихард Ретти. Современный учебник шахматной игры. Ну, теперь он уже не такой современный. 81-й год. Да, налицо. Период, когда можно было уже покупать шахматное генито. Зачем так легко. Кругиус. Психология шахматного творчества. 81-й год. Ботвинник. Алгоритм. Игры в шахматы. 68-й год. Лично папе было тогда лет 19, наверное. Вот его задачка шахматная, математическая. Папа у меня 49-го года рождения. Сколько он был? 68-й? 68-й. И тут позади карандашом таблица. Я не помню, его ли это почерк. Надеюсь, видно. Возможно, хотя не вариант, что это партии шахматные. Или нет. Может быть, в телевизор смотрели что-то такое. Тогда еще показывали. Я не знаю, сейчас показывать нет. Да, показывали. Я даже помню, как я смотрела какую-то партию. Теория и практика шахматной игры. Кому вообще, может быть, интересно это видео. Поп-редакция гроссмейстера Эстрина. Опять 81-й год. Что такое? А вот эту книжку я помню. Книга начинающего шахматиста. Никитин и Фраткин. Авторы. Это уже 83-й год. Видимо, я родилась, и папа такой... Так, с этой категории мы закончили. Прошло следующее. Угу. Варианты игры. Ну, в смысле, если поделить игру на части. Я выучила эндшпиль и дебют. А если деление такое, замудренное слово, на буквой М. Миттельшпиль, что-то такое. Курс дебюта. Панов и Эстрин. Это 1980-й год. Далее. Шахматное окончание. Я так понимаю, эндшпиль. Под общей индуцией Авербаха. Тот же, который написал «Путешествие в шахматное королевство». 1980-й год. Вот такая прошло, как книжка «Маленькая соседка». «Прекрасный, яростный мир. Субъективные заметки в современных шахматах». Дэвид Бронштейн и Георгий Смолян. Написали. Я все еще... 1978-го года издание. По-моему, это год, когда, по-моему, мама с тобой поженились. Или не в 79-м поженились. От кого я взяла манеру подписывать книги? От папы. Далее. Три из одной серии. Четыре. А нет. Пять. Пять вот таких вот изданий. Это у нас Баранов, штурм королевской крепости. Влади, что ли, или в общем, недель подразумевается, 81-й год. Так, 82-й год. Шашин. Пешки, душа, шахмат. Хочу вот ее прочитать, у меня с пешками вечно не ладится. Как играть дебют Суэтин. Дебют, это, наверное, начало шахматой игры, по сути. Ой. 80-й год. Кобленц. Волшебный мир комбинаций. Так, и... Последняя, пятая, 81-й год. Разузаев. Разуваев и Нессис. Переход Венч. Переход Венч. Тоже не надо. Не надо, у меня сэншпилем не очень ладится. Так... О, я нашла, я нашла подписанную книгу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Значит, 73-й год, а не, 79-й год. И написано, поселок Козулька. На тот момент папа там уже проживал. 26-е марта 79-го года. Это же дата их свадьб. А когда они поженились? 8-го, 7-го, 6-го. 6-го марта они поженились, 79-го. Получается, месяца не прошло даже с вами до свадьбы, как папа купил эту книгу. Ну, прикольно. Задо не подписано. А вот о чем я говорила. От дебюток Миттельшпиль. Ну, сложное слово Миттельшпиль. Что? Автор Кам, 78-й год и тоже подписано. А вот это до еще свадьбы, поселок Козулька, 24-го февраля 78-го года. А вот я как тут пустила. Еще одна книжка, вот здесь 5 я показывала книжек небольших. Вот я 6-ю нашла. Комбинация Миттельшпиль, автор Бондаревский, 82-го года. Сборник коротких партий, 75-го года, составитель Шварц. Интересно, папа спреди подписан книги, а я сзади на ворот. Кофман, избранный тюйды Каминера и Лебуркина, 81-й год. Что за видео такое, и сижу тут, показываю книги. Кому-нибудь вообще интересно, напишитесь. Котов, белый-черный, это уже у нас роман идет. Сейчас я посчитаю проинутацию. Да, это роман. Образ великого русского шахматиста Алехина. Сейчас посмотрю, какого года издания, покажу уже. Уже было что. Если туда, конечно, посмотрела, это 65-й год. Черное-белое. Александр Фрадкин. Так, 80-й год. Взлет. Насколько название? Нет. Это красноярская девочка, которая очень быстро стала мастером. Далее пошли такие книги, посвященные определенным шахматистам. Они играли в шахматы. Так, выглядит. Так, 82-й год. Авторы очерков Антонов, Городзенский, Линдер и Романов. Дочерки выдающихся русских, сверстских писателей, ученых музыкантов, в жизни которых шахматы занимали значительное место. Михаил Матвиник, «Достижение цели», 78-й год. Так, один из чемпионов мира по шахматам, он там тоже подписан на «Села Козылька», 26 марта, 79-го. Далее, три книги из одной серии. Они вообще в суперобложках. Я не люблю суперобложки. Время их не щадит. Они такие мешаются. Может, меня кто-то не поменяет. Из трех книжек только одна. Сохранился в общей обложке. И общая обложка в таком состоянии прямо фу-фу-фу. Вот эти книги. Очень ликанно, кстати, выглядит сама обложка. Не супер. Вот супер. Это просто такая маленькая изящная золотая коронка в центре. Так, ми-ми-ми. Собственно, что это за книги? Ой, че. Тоже же подписано. Я же не буду показывать. Вы уже видели. 78-й год. Ботвинник. Полвека шахмата. Вторая из трех. Это называется у нас. Анатолий Карпов. Избранная партия 69-й, то есть 77-й года. Сама книжка 78-го года издания. И третья книга. Супер-бложка будет вот таким образом. И название, собственно, видно. Линдер. Первый русский мастерян. Год издания у нас 79-й. Я же где-то видела Ужурскую книжку. Если меня не глючит. Капабланка, тоже, кстати, чемпион. Встреча с Россией. Автор Сиза Ненко. В 88-й год издания. И последнее. Гроссмейстер Попугаевский. Физкультура. 82-й год издания. А где уж жёсткая. Я же помню. Я же... Как же так? Наверное, мне показалось. Это были все, так сказать, книги, которые вернутся сейчас в квартиру, на книжной полке, а не просто в коробку, в гараже где-то там. Моё пожелание такое. Градий шахмат – это замечательное приключение. Пока-пока. По скрипту маленькое объявление. Помните, в 2012 году выпускались журналы такие? В общем, цель была собрать все журналы. К каждому журналу прилагалась какая-нибудь фигурка в стиле шахматы с Гарри Поттера. Из фильма. У меня вчера, позавчера, на днях, дошли, наконец-то, руки собрать доску, собрать, поставить все фигурки на неё. Я оставлю фотографию, ссылку на фотографии, может быть, посмотреть. И, видимо, я покупала не все номера, потому что фигурок нет. Поэтому, если кто покупал, и ему это не нужно, я с удовольствием приобрету новые номера. Ну, нужные мне номера с нужными мне фигурками. Мне не хватает белой пешки, ой, чёрной пешки, пардон, белой и чёрной ладьи, двух чёрных коней, так, это у нас белый ферзь, чёрного коней, да, чёрного короля и белого ферзя. Всё остальное у меня есть, даже волшебные палочки. Да. Так что, если хочет кто-то продать, у кого-то есть эти фигуры, то пишите мне, я не знаю, в личку, в комментариях, в любой социальной сети. Я с радостью приобрету. Хочу иметь полную коллекцию уже. Зря я собиралась, что ли. Ну, теперь точно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!